Патриарха будут встречать воскресным утром в центре города у Золотых Ворот. Именно оттуда начнется крестный ход. Паломники и верующие пройдут по Большой Московской к Успенскому собору. В храме запланирован трехчасовой молебен примерно с 10 утра до часа дня и обращение духовного наставника к прихожанам. По подсчетам региональных властей, на встречу с главой Русской Православной Церкви должны прийти около 30 тысяч человек. Верующие приедут не только из районов. Будет много паломников и из других регионов. Понятно, что все желающие в Успенский собор не попадут. В Успенском соборе более тысячи не поместится, поэтому ставим экраны. Из чиновников там буду только я одна, чтобы народ не подумал, что все чиновники придут в храм. Все работники администрации будут также вместе с народом. И это нормально, это правильно. Там должны быть больше прихожан, людей, кто приедет из городов и районов области паломники. На соборной площади разместят пять экранов, поставят большие телевизоры и в других районах города. В интернете будет прямая трансляция визита патриарха. После молебна священнослужители во главе с Кириллом заложат камень храма-часовни благоверных великих князей Владимирских. Ее построят вместо кафе-блинчики. Тем самым губернатор Орлова дала понять, что блинчиков на прежнем месте не будет. Они переедут. Однако куда и когда, не уточнила. Мы должны вообще во Владимире и Владимирской области восстановить все историческое. Это город, ценнее которого на территории Российской Федерации нет. И мы должны здесь вернуть все, что было в истории государства российского. 800 лет Владимирской епархии празднуют не один день. В течение всего года церковнослужители проводили большую работу с паломниками. Привозили в областной центр различные святыни. Посещали приюты и просвещали подрастающее поколение. И в церкви сейчас тоже есть определенный акцент. Спасти молодежь в хорошем, высоком смысле. Заняться ею, чтобы как-то ее напомнить таким высоким содержанием жизни. В вопросах восстановления исторических объектов церковь рука об руку работает СОБЛ администрации. Как итог, отреставрирован монастырь в Боголюбово. Заканчиваются работы по восстановлению храма в Киржаче. Большой акцент делается на раскручивании святых и достопримечательных мест 33 региона в сети интернет. Разрабатываются новые и усовершенствуются старые туристические маршруты. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал.